уже тусовочка из мух намечается у нас друзья не знают куда лететь потому что игорь вечером сегодня снимает для вас видеоролик не просто ролик а я же вам обещал использовать гриль здесь прекрасный гриль который стоит на территории почему бы его не задействовать давайте сегодня приготовим такой барбекю барбекю вечер будем готовить вкуснейший сибас приготовим к нему овощи обо всем расскажу ну и вообще давайте в этом видео с вами пообщаемся задавайте свои вопросы будем обсуждать и рыбку как вы ее готовите возможно есть какие-то нюансы которые вы не знаете хотели бы узнать поэтому задавайте вопросы давайте приступим сейчас приготовлению мухи и моя рыбка готовим очень могли у меня уже растапливаются давайте подготовим с вами овощной ассорти который мы будем использовать также будем использовать лаймы мне нравится когда они готовятся на гриле они карамелизуются получается их сок найти такой становится немножко сладкий карамельный очень здорово к рыбке подавать вот такой печеный лайм будем использовать его просто нарежу на пополам у меня всего полторы штучки здесь также лук мы его крупно тоже на пополам нарежем это нужно для того чтобы в процессе приготовления если вы совсем мелко будете нарезать вам на гриле будет очень неудобно все это дело использовать кто-то решил там дерево спилить вот соответственно режьте крупно тогда на гриле вам будет комфортно у вас ничего не будет никуда проваливаться и соответственно больше всего дойдет у вас до тарелки они окажутся в углях поэтому мы сейчас нарезаем баклажанчики я прям их нарежу вдоль длинными такими частями такие красивые да здесь баклажанчики здесь действительно каждый раз приходишь супермаркет и прям так хочется что-то приготовить сразу же глаза разбегаются не знаешь за что и взяться собственно так здесь у нас парей лук парей возьмем пожалуй вот больше зеленую часть нравится когда он тоже найти такой немножко обугленный получается очень вкусно так его 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 я вообще не буду его резать вот так вот его прям и оставлю также у нас есть здесь вот такая вот фасолька тоже предлагаю с ней ничего не делать она сама по себе прекрасная теперь это просто возьмем и подмаринуем выложим сюда так лаймы я не буду трогать здесь собственно потребуется небольшое количество соли обязательно используем масло и вот вам небольшой лайфхак я когда путешествую я не покупаю очень много разных специй конечно же и с собой их из дома тоже не везу покупая универсальные специи вот одна из них которая действительно мне нравится это специя как для така разные производители но это микс такой мексиканский здесь уже и жгучий перчик есть и копченая паприка и разные сухой сублимированный чеснок в общем все то что вот прям максимально вкусно поэтому используем уже готовую готовый такой микс он очень прекрасно подходит как рыбик так и к морепродуктам ну и конечно же к мясу барбекю вообще шикарно заправляете овощи заправляете мясо маринуете в нем вместе с маслом там луком какую-нибудь курицу это безумно вкусно немножко приправим и сейчас аккуратненько ручками перемешаем для этого у меня есть перчаточка потому что воды здесь нету а очень хочется чтобы вот чтобы все чистенько было вот так вот немножко прям чтобы хорошо покрылось все очень важно вообще при использовании на гриле продуктов использовать масло да потому что если вы не добавляете вообще ничего у вас продукта очень сушится он не такой красивый у него некрасивый колер а когда вы добавляете да все как бы очень так равномерно и хорошо у нас готовится все откладываем пока овощи в сторону переходим к рыбе удобно продаются даже в самым простом супермаркете на каждом углу перчатки этого не хватает у нас на самом деле потому что иногда вот прям очень нужно а нету что-то там строить сегодня решили обычно так тихо а здесь просто в чуть-чуть куча всякого транспорта так с рыбой что мы делаем друзья с рыбой собственно я ее зачистил заранее уже по потрошил ее она у нас чистенькая вся обработанная здесь мы также используем масло сразу же наносим его сейчас мы с другой стороны тоже добавим добавляем сразу же соль с одной и с другой стороны и вовнутрь вот так вот и что нам теперь потребуется для нее в россии на самом деле тоже этот продукт продается его часто можно встретить это лимонная сорга либо лимонграсс по-другому называют здесь он продается очень так распространенно я буду использовать его и будем им фаршировать как бы нашу рыбу этот продукт он безумно имеет такой цитрусовый приятный аромат даже я бы сказал немножко парфюмный вот его можно не использовать вы можете использовать просто свои любимые травы я сейчас покажу что я буду с этим делать но если есть возможность у вас до попробуйте использовать лимонграсс убедитесь как это вкусно в сочетании с рыбой нарезали вот на такие части наша рыбка и берем просто помещаем это все во внутреннюю часть 1 и 2 в процессе приготовления вкусы будут расходиться и рыбка впитает себя ароматику вот эту безумную также сюда мы добавим базилик свежий тайцы очень любят использовать базилика использовать лимонграсс в купе да в сочетании то откуда же столько мух то господи вот так вот прям щедро достаточно набиваем рыбку все никакого перца ничего сюда не нужно никаких вот этих вот специй да не нужно потому что у рыбы есть свой прекрасный вкус и мы воспользуемся вот такой вот здесь вот достаточно старенький гриль но нам от него многого не нужно нужен жар поэтому угольки хорошо подготавливаем так чтобы они полностью у нас были в рабочем состоянии распределяем их так сюда мы выкладываем наши овощи будем чередовать чтобы у нас не улетала фасоль так распихаем лучок ну вроде ничего пока не вываливается посмотрим как она будет дальше ну а рыбку будем готовить своими вот здесь вот так и и мы помещаем вот таким образом есть кстати очень важно предварительно мы рыбу после разделки мы ее как бы немножко просушиваем да очень важно чтобы не было лишней влаги потому что будет много влаги вы соответственно прилепите ее к решетке вот такая вот красота у нас получается не будем никакие надрезы ничего делать здесь все у нас есть все прекрасно соль и теперь отправляем это на гриль так сначала мы отправляем сюда рыбку хорошо жар прям такой уверенной рыбка готовится порядка 20 минут тут все зависит от количества угля и жара конечно же гриль это то чем нужно управлять то есть это не как там индукционная плюта когда ты включил на определенную цифру да и там плюс-минус понимаешь как она работает нет здесь вы смотрите по состоянию до чувствуете что сильный жар уголечки немножко отодвигаете да даете такую среднюю температуру чтобы у вас ничего интенсивно не горела я вижу что сейчас жар такой достаточно плотненький мы сейчас угольки будем сдвигать в одну сторону да тем самым там у нас будет пекло а рядышком по соседству там где будет находиться у нас рыбка там у нас будет такой деликатный огонь бодренько хороший жар это это очень хорошо просто немножко вот это вот все в сторону двигаем чтобы как бы она жарила но как бы деликатно а по собственно пока что я выложу сюда обжариваются лаймы чтобы они у нас были такие прям эти хорошо хорошо запеченные то очень вкусно так как рыба находится у нас на решетке мы ее можем беспроблемно переворачивать до соответственно когда вы чувствуете что здесь вот уже вот прям хорошо появился вот такой вот колер вы переворачиваете на другую сторону здесь подпекаете потом снова переворачивать и таким образом мы доводим рыбку до готовности друзья те кто давно на меня подписан знает что дома у меня стоит газовый гриль и вот один из таких частых вопросов которые вы мне задаете это что лучше для дома взять с чем удобно работать где достичь максимально интересного вкуса я сразу же вам скажу здесь нету такого прям однозначного ответа конечно кто-то скажет что конечно же уголь уголь это все это вкус это процесс но я в свое время выбрал именно газовый гриль потому что это удобно я живу за городом я люблю часто готовить поэтому это первую очередь знаете такой комфорт потому что газовый гриль ты в подошел ты его включил он сам у тебя раскалился ты его просто щёточка и протёр он готов уже к использованию после этого ты выключил забыла о нем вообще остатки еды там у тебя могут еще лежать неделю потом ты также пришел включил все это сожглось ты просто протер и снова готовишь это правда очень удобно касательно вкуса даже немногие заметят разницы я вот так вот там скажу прекрасные бургеры прекрасное мясо и в том числе копченое получается можно использовать дополнительно щепу конечно же уголь это очень традиционно это безумно вкусно и я сам сторонник и у меня даже есть на моего дома на участке конечно же и угольная часть барбекю зоны так сказать для романтики но если говорить про жизнь удобно конечно газовый гриль использовать так так прошло буквально наверное минут 8 посмотрим что получается видите лаймы у нас обожглись они стали во первых мягкие из них сок он прям так и хочет вырваться наружу они в принципе готова я сейчас рыбку буду немножко вот так вот в сторонку смещать чуть-чуть здесь кстати жары у гуга какой давайте посмотрим кстати что у нас с этой стороны видите она начинает у нас золотистым быть таким цветом еще немножко с этой стороны подержим и снова перевернем лайма оставлю оставлю их в тепле оставлю их в тепле наверно сюда переложу и сюда мы поставим наши овощи пусть они также у нас готовится вот тут же а рот прям конкретные овощи лучше готовить кстати на очень высокой температуре чтобы они внутри не доготовились как бы приготовились достаточно деликатно но вот прям вот этот эффект барбекю был чтобы они прям немножко даже обуглились это очень вкусно будет что порядка двадцати может там чуть побольше минут прошло у нас рыбка видите уже такая прям хорошо золотистая честно говоря я думаю что она готова с учетом что она была комнатной температуры она не была какой-то замороженной или еще что-то она точно готова смотрите какие красивые овощи у нас получаются конечно же часть лука мы чуть-чуть потеряли но ничего страшного идем сервировать хохохо посмотрите какую тарелочку я приготовил друзья очень здорово сейчас придут ко мне ко мне придет небольшая компания в лице моей жены и мы будем прекрасно проводить время поэтому вот сервируем прям можно сказать на столе такой это вообще метод подачи мне безумно нравится да очень практикует на пергаменте выкладывать такие вещи когда много разных морепродуктов какой печеная кукуруза лучок все это вместе найти в собственном соку можно сказать выкладывается буквально в центр стола и потом это все это руками кушается поэтому попробую что-то подобное изобразить уже очень быстро темнеет надо прям ускоряться и видите из-за того что у нас не было лишней влаги достаточно легко у нас снимается решеточка и точнее рыбка и мы просто ее перекладываем аккуратненько не взял я здесь никаких приблуд чтоб удобно было перенести выкладываем рыбку вот сюда ну и конечно же помещаем сюда вторую рыбку смотрите какая красота ну и куда же без нашего лайма наш прекрасный ужин готов мы побежали пробовать это все дело вам я желаю хорошего вечера хорошего настроения если вы еще не подписаны на меня обязательно подписывайтесь впереди нас ждет очень много классных рецептов мы конечно же море позитива всем до скорых встреч